Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди. Я, наконец, вернулся домой и решил начать с перевода свежего видео о Лесио Растане. Как по мне, оно очень информативное, и в нём есть множество моментов, которые было бы неплохо понять каждому трейдеру, особенно начинающему. Не будем тянуть кота за хвост, перейдём сразу к делу. Сегодня краткое обновление ситуации по биткоину. Наконец, он показал хоть какое-то движение. На часовом графике это значительное падение курса видно значительно лучше. На дневном графике мы видим, что цена подбирается всё ближе ко второй нижней цели, о которой речь пойдёт чуть позже. Прежде всего, хочу напомнить вам несколько важных вещей. Вот здесь, к примеру, была самая настоящая обычая ловушка. Почему? Потому что курс не смог закрепиться выше скользящих 21 и 200 дней. Свечи закрылись точно под ними, а затем и вовсе ушли от них. Это индикатор бычьей ловушки и медвежьего сигнала для биткоина. Этот же рост до 8700 долларов был всего лишь коррекционной волной ABC. Но это ещё не всё. Давайте вернёмся к этой ситуации и разберём её. Посмотрите, как долго цена тестировала этот уровень. Раз, два, три. И здесь четвёртый потенциальный тест. Чем чаще цена тестирует уровень, тем больше шансов, что он пробьётся. Я называю это правилом Чарли. Если цена биткоина уйдёт ниже 7700 долларов, это откроет путь на 7200. Также обратите внимание на индикатор гамма-конфирмейшн. Он красный, а значит всё это в совокупности ставит следующую цель биткоина на уровень 61,8% от вершины крайнего бычьего забега. А это около 7200-7220 долларов. Однако это на линейном графике. На обычном линейном графике биткоина на TradingView. Давайте переключимся на логарифмический график, которым пользуется почему-то меньшее количество трейдеров. Например, такой трейдер, как Питер Брандт, пользуется логарифмическим графиком биткоина. И на таком графике уровень 61,8% находится значительно ниже. Это практически 5500 долларов. Поэтому мой друг Питер Брандт ожидает увидеть биткоин именно по такой цене. Я лично не настолько пессимистичен, как он, поэтому я использую стандартный график. Но я не утверждаю, что Питер ошибается. Просто предпочитаю использовать уровни именно на линейном графике. Поэтому скоро, по моему мнению, мы будем тестировать первый уровень 7200 долларов на прочность. Вопрос в том, а что если этот уровень всё-таки сломается, и цена пройдёт сквозь него? Я думаю, это вероятный сценарий. В таком случае нам нужно перейти на недельный график. На таком графике, как вы видите, я обозначил два уровня. Также нужно наблюдать за 50-дневной скользящей, вот здесь. Это очень важно. К примеру, Джерри Паркер сказал, что он любит использовать систему простых средних скользящих, а особенно 50- и 52-дневную скользящие. Именно поэтому я и слежу за ней на недельном графике. А это на данный момент составляет 6750 долларов. И если эти уровни удержатся, то вполне вероятно, что мы увидим вот этот шаблонный сценарий, вероятность которого, по моему мнению, составляет 60%. В этом сценарии вторая волна должна двигаться ниже к потенциальным ключевым уровням, таким как, например, недельные средние скользящие. Также я хотел упомянуть еще кое-что. На графике MT4, который исключает закрытие недельных свечей, виден очень важный момент. И это 200-дневная скользящая на MT4 графике. Как вы знаете, на графиках, которые не учитывают закрытие недельных свечей, есть различные уровни. Вот эта зеленая линия, это 200-дневная скользящая. И прямо на ней биткоин сейчас и отдыхает. Нужно обязательно проследить за тем, удержится ли этот уровень или нет. Я больше склоняюсь к тому, что потенциально он не удержится. Но все равно за ним стоит следить, потому что если мы увидим потенциальный отскок от этого уровня, который выведет цену выше предыдущего пика, то есть выше 8700 долларов, то можно становиться более оптимистичным в своих прогнозах. Но на данный момент мне кажется, что уровень отката 61.8, о котором мы говорили, и недельные уровни все-таки более вероятные. Однако эта зеленая линия и в прошлом уже не раз проверялась, и часто цена от нее отскакивала, поэтому нужно за ней следить. Если будет пробитие вниз, то нас ждут уровни 61.8, а если же отскок, то я буду настроен по бычьи. Поэтому и вам советую наблюдать за реакцией биткоина на эти уровни, и уже тогда принимать торговые решения. Ребята, это был перевод Олеси Орастани, ссылка на его видео будет в описании, а завтра я уже сделаю свой обзор. Сегодня времени не так много было, только вернулся домой из больнички. Кстати, спасибо большое за безумную поддержку, очень приятно на самом деле. Завтра ждите мой обзор. Что там обычно в конце говорю-то? А, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Нет, ставьте лайки я обычно не говорю. Но в любом случае, богатейте и зарабатывайте. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова